185 лет назад в соответствии с Адрианопольским мирным договором Анапа окончательно перешла в состав России. Знаменательному событию посвятили мероприятия объединенные программы «Историческая память». Совет молодых депутатов города выступил с инициативой проведения ежегодных военно-исторических чтений. В этом году конференцию провели на тему подписания договора. Особенно приятно, что наряду с преподавателями, с депутатами, с работниками различного уровня властей находится наша самая активная, как я понимаю, самая заинтересованная молодежь. Это учащиеся и студенты наших образовательных учреждений. Мы такую конференцию проводим впервые. И хочу сказать, что все мероприятия, и особенно наши, сегодня стоят на контроле у главы нашего города Сергеева Сергея Павловича. С приветственным словом выступили почетные гости мероприятия. Основной доклад представил научный сотрудник отдела краеведения Анапского археологического музея Сергей Сихов. Шестой победоносный поход на Анапу и значение Адрианопольского мира. Правители Османской империи придавали нашему городу очень большое значение, называя его ключом к Северному Кавказу. Анапа для горцев служила представительницей мусульманского могущества, одновременно и арсеналом, и духовным центром, откуда к ним шли многочисленные проповедники многометанства. Ирина Федина, заведующая отделом научно-просветительской работы Анапского археологического музея, рассказала о военачальнике, политике, дипломате Александре Менчикове, который в турецкую кампанию 1828 года овладел крепостью Анапа. А историк-краевед Евгений Хмара поведал о покорителе Анапы адмирале Алексея Грейги. Выступили с докладами ученики гимназии Аврора, Эврика, студенты социального колледжа и Сочинского государственного университета. Председатель Совета молодых депутатов Светлана Хижняк объявила о начале конкурса творческих работ на лучшие исследования истории города воинско-славы Анапа. В завершении конференции участникам показали фильм «Неизвестные битвы России». Спасибо.